Всем привет, ребята, и наверняка вы знаете эту карту. Очень многие люди снимают здесь трендики, видосики по танцам, и называется эта карта ТТД3. Ну и сегодня я пришел сюда, чтобы рассказать вам, как снимать, как тут что работает, куда вообще нажимать. Очень многие тиктокеры снимают здесь видосики, но почему-то ютуберы не затрагивают эту тему. Ну то есть лично я никогда не видел, чтобы показывали, как здесь вообще снимать. Поэтому сегодня я вам расскажу очень много классных лайфхаков и секретиков, которые вам помогут для съемки. Ну и первое, что бросается в глаза, это вот эти вот игрушки. Разные какие-то предметы непонятные, ну так вот, как же это все-таки убрать? Просто если это снимать на камере, то будет очень некрасиво выглядеть. Поэтому мы с вами заходим на Троеточие. Это вот такой вот кружочек с тремя точками. Далее мы заходим в инвентарь, и туда мы уже сможем сложить все наши вещи. Просто перетаскиваем все вещи мышкой, ну или же пальцем, смотря с чего вы играете. Согласитесь, что выглядит уже намного лучше. Кстати, советую вам снимать с компьютера, потому что с телефона, ну так себе качество. Следующая проблема, с которой вы можете столкнуться, это эффекты. Ну, например, попробуем станцевать танец Старповер, и сейчас видите вот этот вот эффект радужки. Возможно, какому-то видео и подойдет, но какому-то нет, поэтому давайте же это уберем. На этот раз нажимаем на третью кнопку по счету, а именно шестеренки. Ну и тут мы видим эмоции, эффекты. Мы их просто с вами выключаем. Все очень даже просто. И, наконец-то, нас не будут преследовать эти эффекты, потому что в некоторых местах они прям, ну, очень сильно лишние. Еще одна очень классная настройка – это Follow Cam. Там вылезут еще четыре настройки. Мы листаем в самый низ и нажимаем на Rode. Благодаря этой настройке наша камера опустилась, и теперь качество будет намного лучше. Потому что если вы потом будете обрезать экран в приложениях для монтажа, то просто качество ухудшится намного. На очень-очень много, поверьте мне, ребят. Кстати, если вы хотите вторую часть, чтобы я вам показал, как монтировать уже в каких-то крутых приложениях, то давайте наберем на этом видео 500 лайков. Еще одна очень полезная функция в TTD3 – это то, что мы можем оставить камеру на одном месте. То есть, как будто мы будем играть совершенно за другого игрока. Ну, давайте я вам это продемонстрирую. Для этого обязательно в настройках мы с вами включаем Camera Lock, ну, то есть закрепить камеру. И теперь, видите, я передвигаюсь по всему TTD3. При этом камера у меня будет стоять на одном месте. И даже если я захочу куда-то там спрыгнуть, то камера все равно никуда не уйдет. И только если вы сами отключите эту настройку, то вы сможете опять играть от своего лица. И вот вы уже собрались снимать, но что-то нам явно мешает. Это мини-игра, и если честно, она так себе выглядит на вашем видео, поэтому желательно ее убрать. Для этого мы опять переходим в настройки. Напоминаю, что они выглядят как шестеренки. Ну и на самом деле все легко. Просто листаем вниз и ищем Hide Mini Game. Просто включаем данную настройку, и все, все мини-игры для нас скрыты. Все, можно спокойно снимать, и видео будет намного качественнее. Также в TTD3 недавно вышло обновление, и теперь вы можете переодеться прямо в игре, а не в Роблоксе. Однако, к сожалению, у вас не получится надеть Корблокс, Хедлос и так далее. Раньше это можно было сделать за премиум, но сейчас это уже сделать невозможно. И сейчас самое интересное. Мы с вами сможем поменять освещение и даже цвет некоторых предметов в игре. Нажимаем на самую первую настройку, на вот такую вот лампочку. Здесь будет просто огромный ассортимент классных прикольных штук. Также вы, кстати, можете сюда ввести какие-то кодики, но об этом, я думаю, уже поговорим в следующем видео. Ну и первое, что бросается в глаза, это вот такая вот палитра. Здесь мы сможем поменять разные цвета. Но точнее цвета освещения, неба, тумана и так далее. Ну и тут даже есть такая настройка, чтобы поменять цвет. Включить посветлее или потемнее. На самом деле здесь надо очень долго разбираться. Желательно еще английский перевести на русский, чтобы здесь все понимать. Очень интересная настройка это Time of Day. Можно сделать день или ночь. Это удобно тем, что можно подобрать что-то под музыку. Под грустную я бы, наверное, взял ночь, а под веселую день. Ну вот я немного порылся в настройках и теперь все выглядит намного по-другому. Палитры настолько сильно меняют игру и освещение, я вообще в шоке. А вот, кстати, та самая настройка с небом. Только я здесь что-то натворил и теперь у меня какой-то ужас творится. О боже мой, у меня просто весь экран белый. Что происходит? Ну, в общем-то, да. Я думаю, что здесь реально надо очень хорошо разбираться. О, реально, смотрите, у меня получается, у меня получается сделать красивое небо. Мой любимый цвет фиолетовый и черный, поэтому пусть оно у нас будет вот такое вот. Очень даже круто. Ну все, ребята, к сожалению, мне придется с вами попрощаться. Надеюсь, что вам понравился мой тутор, что он был полезен и вы теперь начнете классно снимать в ТТД3. Всем огромное спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.